Лишиться всех своих сбережений и накоплений можно в одно мгновение. Под большей угрозой люди, продающие что-либо через интернет, а также те, кто верит, что из банков звонят и говорят о блокировке карты. Выманивание данных банковских карт – одно из любимых занятий мошенников. Порой люди, поверив звонившему, готовы беспрекословно выполнить любые его инструкции, из-за чего и лишаются денег. Хотя, чтобы оставить мошенников ни с чем, достаточно помнить несколько простых правил. Каких, расскажет Анна Городнова. Вот я в другом городе, я не могу приехать. Давайте хоть я там какую-то сумму перечислю, чтобы просто не продать. Вот мне понравилось. Услышав эти слова при продаже какого-либо товара в интернете, стоит насторожиться. Многие мошенники, как опытные психологи, пытаются всеми способами войти в доверие. Когда цель достигнута, клиент теряет бдительность. Как правило, позвонив продавцу, обманщик слезно просит попридержать для него товар. За это обещает денежный залог, который он тут же готов перевести на банковскую карту. Тут-то и начинается процесс мошенничества. Так, для подтверждения, чтобы перевод осуществился, сейчас вам придет пароль, пожалуйста, продиктуйте мне его. То есть, если вы не продиктуете этот пароль, я никак не могу перевести вам деньги. И сообщает этот пароль. Это дело запрещено. Эти пароли, они не являются основанием для перевода. То есть, их говорить категорически нельзя. Жертвами обмана становятся не только продавцы. Мошенник может позвонить или написать любому абоненту и сообщить, что его банковская карта заблокирована. Чтобы защититься от этого, человеку не стоит сообщать свои данные, а наоборот, спросить их у голоса на том конце трубки. Как правило, аферисты даже не знают название банка, о котором идет речь. В этом случае, советуют полицейские, надо положить трубку и самим позвонить в свой банк. Номер горячей линии, как правило, указан на обратной стороне карточки. Те же, кто поддаются панике и верят словам звонящего, очень скоро оказываются у банкомата и получают дальнейшие инструкции от мошенников. И значит, ему говорят, вот мы сейчас продиктуем вам новый пароль, пожалуйста, запомните его. И начинают диктовать, например, мобильный телефон, куда необходимо перейти денежные средства. Например, диктует 89, 61, на самом деле это 8, 960 сотовый телефон. Просто они его по три, по две цифры диктуют, и человек путается, думает, что диктует действительно какой-то пароль. А дальше по такой же схеме человек перечисляет свои кровные. Способов выманить данные карты у доверчивого гражданина очень много. Мошенники придумывают для этого множество поводов и причин. Основной совет полицейских – не делиться одноразовыми паролями, которые приходят на телефон, и трехзначными кодами на обратной стороне карточки. Это конфиденциальная информация. Ни в каком банке эти данные спрашивать не будут. Все, что надо знать, чтобы перечислить деньги на карту – это номер самой карты, банк ее выдавший и иногда имя владельца. Все остальные данные, включая срок действия, пин-код, пароли и секретный код на обороте, нужны для списания денег со счета.